Надежда Суслова Виноградники, парк, винподвал, стройка дома Всем-всем вот этим он усиленно стал заниматься Впрочем, влаживая все силы, знания, деньги Вот в это новое все для него Крутые лестницы, изношенные годами Ступени ведут наверх вот туда К сохранившемуся дому Голубева Здесь они жили вместе с Сусловой Лестницы очень, конечно, старые Нуждаются в реставрации, но только не жильцами Вот так выглядит этот дом Небольшая модернизация, газовое отопление Возможно, заменены двери Вот так выглядит все Так же, как оно выглядело Много-много лет назад Веранды наверху С которых они любовались морем, солнцем, восходами Старые, изношенные, покореженные Так можно назвать лестницы Ступени лестниц, точнее Которые нуждаются, конечно, в реставрации Но не жильцами Туда выглядит кусочек парка Который потом можно будет еще посмотреть Конечно, парк уже не тот парк Он поделен весь как бы на клетушке Где растут различные сельскохозяйственные продукты В виде помидоров, огурцов, перцев и так далее Одна из комнат у Голубева Жаль, что все время мигает лампа дневного света Ну что, здесь сохранилась вот эта изразцовая печь Видно наверху узор лепной Все это дошло до нас с того далекого прошлого А ведь в том далеком прошлом Она обогревала Голубева и его жену Их уже давно нет А печь так и стоит Внизу Внизу еще дореволюционные Литые дверки этой печи Специальными такими винтами, запорами Чтоб, не дай бог, уголь в ночное время не выпал Сусловы только получили вольную от графа Шереметьева Отец довольно быстро развернулся И уже имел ситцево-бумажную фабрику То есть это были деньги Здесь поднимается вверх Секвоя Под тенью, которые ходили Конечно И Надежда, и ее муж Он смог дать дочерям Образование Надежда захотела учиться дальше Но в царской России Это было невозможно Никакие заведения Не принимались Женщины Вот еще одно дерево Которое видела молодой еще Надежда Суслова Приятно, что деревья В основном здесь сохранились Вот парк И выглядит парком А деревья вот такие стоят И на этой фотографии Приблизительно Этот парк В 1935 году Свою И она решила уехать В Швейцарию В Цюрих С большими трудами В виде исключения Она была принята Все-таки университет По-видимому Она уже знала В совершенстве немецкий язык Вот здесь сохранившиеся Бассейн Правда, по центру Стоял фонтанчик Павшее дерево Разрушило его Так Сихвоя выглядит С другой стороны Более грандиозно Блестяще Она окончила университет И вернулась в Россию Где сразу ей был сделан Экзамен Во главе с Боткиным Она признана была Врачом И разрешено ей было Работать Сплотную подходят склоны Здесь горы Костель Вот они Близко-близко Там, в Петербурге Сразу сделали предложение И Эриксман Профессор И Голубев И Голубев Это вид сзаду Этого же здания Сохранился неплохо На снимке Приблизительно Все ходят Привыкли И Чего В Сибири Голубев Открыв Открыв Свой Прииск Золотой Прииск Разбогател И миллионером Уже вернулся В Новпетербург Они встретились С Надеждой Сословой Которая уже Разошлась С Эрисманом Он Сделал ей Предложение Она Согласилась И После этого Переехали Вот сюда Вот Будущее имение Которое Постоянно Строил Облагораживал Влаживал Деньги Голубев Был попутно Винподвал В винограднике Вот так Выглядит Отсюда Черное море Хорошую погоду Она конечно Выглядит Всегда Прекрасно 14 1914 годам Голубев Стал стремительно Слепнуть Вдобавок Немного погодя В 1918 Году 20 апреля Умирает Его жена Сослова Надежда Из этого дома Ее переносят На маленькое Маленькое Кладбище Которое Уже Существовало А дальше Дальше Шмелева Беседа С одним Из работников Вот здесь Наверху И находится И находится Могила Сусловой Дальше Уже Женщины Женщины Первой Женщины Врача В России Небольшой Обелиск На котором Надпись Кто Когда Зачем И почему Могилу Мародеры Раскапывали В надежде Разбогатеть Посадили Одному Году На три Я его Даже Знал В 1926 Году Умер Голубев Где Он похоронен Неизвестно Здесь Они прожили Сорок С лишним Лет Напоследок Разорили Их имение Винподвал Еще Долго Существовал И Недавно Сравнительно Его Продали Другим Ну Место Вин Здесь Производят Коньяки Долгое Время Лежал Памятник Сделанный В советское Время И В конце Концов Дошла В очередь До него В 2012 Году Он был Установлен Здесь Памятник Довольно Удачный В удачном Месте Он установлен Очень Неплохо Передаются Характерные Черты Сусловы Надежды Где она Задумчиво Смотрит Куда-то Вдаль Надо Добавить Еще к Этому Что там В имении Была Открыта Школа Для Бедняков Лечила Лечила Она Бесплатно Тоже Там Тоже Бедняков Ну Здесь Дальше С открытки Вид Того Профессорского Уголка Который Они При жизни Видели Вот и Все До свидания Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...